В авиагородке в ходе ликвидации застарелой коммунальной аварии найдена мумия человека. Иссохшее тело 39-летней женщины обнаружили сотрудники управляющей компании, которые взломали дверь в жилье, чтобы добраться до протекающего стояка. Попасть в эту квартиру слесари пытались на протяжении двух лет. Им никто не открывал дверь. Вот мы сейчас постоянно воду то открываем, то закрываем. А к ней в квартиру никак не попадали? Ну а как попадешь, если она закрыта? Не могли достучаться дожившие в этой квартире женщины и соседи. Отчаявшись, они проложили через подъезд новую магистраль. Подключили свои квартиры отдельной трубой. Вода у соседей появилась, но проблему регулярных потопов это не решило. Измученные жалобами жильцов подъезда и требованиями владельцев, расположенного на первом этаже магазина, коммунальщики пошли в решительное наступление. Неприкосновенность жилища окончательно разошлась с интересами большинства. Взломав дверь, штурмующие обнаружили мумию хозяйки на кровати. Похоже, женщина умерла от голода еще пару лет назад. Мы перестали ее видеть около двух лет назад. Она как жила? Бегала по подъезду. Кого-то что-то спрашивали. Если бы она меня попросила покушать, я что не дам покушать человеку? Конечно, да. Но таких просьб у нее не было. О покойной соседи знали немного. Она страдала слабоумием. У одинокой женщины была родительская семья, но она распалась. Когда умерла ее мать, отчим купил падчерице эту квартиру, а сам уехал жить на запад страны. Видимо, пенсионер не желал обременять себя уходом за женщиной со странностями. Судьбой неродной дочери нынешний житель Краснодарского края не интересовался на протяжении четырех лет. После случившегося соседи исхитрились найти контакты пенсионера в социальных сетях и сообщить ему о страшной гибели падчерицы. Мужчина в ответ написал, что выезд в Хабаровск в его планы не входит. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.